На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Эгон Шиле, Ханс Белмер». Часть первая. Добрый вечер. Сегодняшние наши герои — австрийский художник Эгон Шиле, представитель австрийского экспрессионизма, и Ханс Белмер, немецкий художник, половину своей жизни работавший во Франции, близкий к кругам французских сюрреалистов. Это, наверное, очень два важных и шокирующих мастера, которые объединяют их, наверное, то, что оба они участвовали самым непосредственным образом в радикальном пересмотре такой одной из центральных тем западного, как считается, искусства, и не только западного, репрезентации человеческого тела. Как оно показано, как оно... И, естественно, это не только репрезентация, это не только изображение человеческого тела, это не только представление о том, что считается красивым, что считается некрасивым, что считается допустимым в изображении, что считается недопустимым в изображении человеческого тела. Но это и представление о том, что такое вообще, что такое человек, да, это такой антропологический слом, Что такое, какие отношения между телом и тем, что им двигает душа, сознание, бессознательное, подсознание. И о том, какие отношения между изображением, между образом и средствами его передачи. Что такое образ, каким он может быть, как он создается, как он соотносится с творцом и как он соотносится с портретируемым, с моделью. И Бельмер, это художник немножко следующего поколения. В этом смысле он выглядит, конечно, и продолжателем, последователем Эггана Шилли, потому что, наверное, все, что происходило в 20 веке, все, что происходило с репрезентацией человеческого тела после Эггана Шилли, все художники так или иначе были его последователями. Потому что это очень мощный сломный момент. И его антитезы, потому что для того, что придумывает Шилли, это, наверное, переоценка, что репрезентация человеческого тела, это не представление тела как объекта, как было в академическом искусстве, где красота обнаженного тела женского, прежде всего, это красота объекта созерцания. А тело как субъекта. Тело это как то, чем ты обладаешь, это то, как ты выясняешь отношения со своим телом, что оно такое, каким оно есть, зачем оно тебе нужно. И Бельмер, который создает абсолютное представление тела как объекта, уже предельное, почти мизантропическое. Но при этом у них достаточно много, как мне кажется, общего. И так или иначе, оба не часть некой одной истории, которая потом будет продолжаться на протяжении всего 20-го и нынешнего века. И со многих художников, которые так или иначе являются продолжателями, уже и Шилли, и в большей степени Бельмером, если мы уже говорили, это и Синди Шерман, это и Полтек, это и Луис Буржуа, это Робер Гобер, ну, довольно многие герои лекций, которые у нас с вами уже были. Ну, начинаем мы с Эгана Шилли, художник, проживший очень мало, он умер в 28 лет, и поэтому вот в Венском музее, где сохранивали музей Леопольда, где хранится самая большая его коллекция, они придумали такой замечательный слоган, как его представлять, что это Джеймс Дин австрийского экспрессионизма, молодая кинозвезда, трагически погибшая, вот такой как бы поп-герой своего рода. Действительно, герой многих фильмов, герой чуть ли не комиксов, совершенно культовая фигура. Один замечательный художник, очень рано за свою очень короткую трагическую жизнь успевший очень много сделать, действительно успевший изменить историю искусства, с такой, как полагается, не слишком безоблачной биографией, с не слишком безоблачным детством. Он родился в семье, его отец был начальником железнодорожной станции, и с детства он был одержим поездами. Он их рисовал, и вот, собственно, его желание рисовать было связано с тем, что он в детстве бесконечно рисовал эти самые поезда. И, как рассказывают современники, в поезда он с удовольствием играл и взрослым, то есть человек приходит в гости к Шиле и видит, что он сидит на полу, вокруг него быстрая, огромная, прекрасная железная дорога детская, и он сидит посреди, смотрит на эти поезда и с невероятным артистизмом изображает все звуки этой железной дороги. Уже довольно взрослый молодой юноша, все-таки взрослый человек, вот эта детская увлеченность, тоже какая-то очень занятная деталь, которая с ним связана. Вот, как бы, ребенок не слишком социабельный, с плохими отношениями в школе, с плохими, не слишком хорошими отношениями с семьей, он был очень близок со своим отцом, но отец его погиб, умер, когда Шиле было 15 лет, умер от сифилиса и умер, пережив безумие. Вот этот опыт безумия, с которым Шиле сталкивается в юности, и опыт смерти, с которым он тоже сталкивается с самого детства, потому что одна из его сестер умерла ребенком, да, тоже для него, тоже, наверное, для его истории, для его истории того, чем его искусство, тоже, наверное, достаточно важен. Так же, как его неумение общаться со сверстниками, его близость с его сестрой, младшей Герти, которая была его первой моделью, первой человек, которого он рисовал, и близость, которая заставляла, и его, как бы, и при этом его абсолютно неумение общаться с матерью, которая, как бы, кризис отношений, который кончился тем, что мать его там, какой-то он просто прокляла, потому что он совершенно не желал жить так, как полагалось жить, и как вписываться в ее представление о том, каким, как должен жить ее сын. Вот, воспитывал его дядя, который был как раз, очень благоволен к нему, и который позволил ему заняться тем, чем Шиле, единственное, чем он хотел заниматься, он хотел быть художником. Там он с детства рисовал, он был одержим этим рисунком. Шиле поступает в Академию, в Венскую Академию Искусства, и начинает там учиться, он был прекрасным, как бы, от рождения прекрасным рисовальщиком, но при этом то обучение, которое там происходит, его совершенно не интересовало, потому что это очень академическое, консервативное все-таки заведение, гипсы, рисунки с натуры, натурщики. Ну, в общем, такая, как бы, тоска, но при этом он, как бы, достаточно быстро, и его ранние работы показывают, что он, в общем, ну, делал то, что делали в то время почти все художники, и, видимо, некоторые его ранние работы похожи на ранние работы Мандриана, например. Картина «Эго на Шиле. Гавань в Триесте. 1907 год». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета блеклые, пастельные. Использованы в основном оттенки серого. Почти всё пространство картины занимает изображение кораблей на причале. Корабли расположены очень близко к зрителю и сгрузились в левой половине изображения. Светлое белёсое небо занимает верхнюю четверть картины. Нижние три четверти картины занимает серая спокойная вода. На переднем плане слева мы видим часть большой деревянной яхты белого цвета. Мы видим часть правого борта с куском мачты со свёрнутыми серыми парусами. Нос и левый борт, а также верхняя часть мачт обрезаны левым и верхним краями картины. Из борта лодки в воду опущена толстая металлическая цепь якоря. Правее и чуть в глубине бухты расположены две маленькие шлюпки, привязанные канатом к большой белой яхте. Слева шлюпка зелёного цвета, справа серого. На заднем плане виднеются носы и мачты других пришвартованных парусных кораблей. На поверхности воды нет волн, она кажется зеркальной. От кораблей к нижнему краю картины тянутся длинные тёмные вертикальные линии, отражающиеся в воде мачты. Линии извиваются, за счёт чего понятно, что вода не совсем спокойная. Это некий общий старт, то, что было в духе времени. Но он достаточно быстро находит действительно близкого себе человека, понимает, в какое время он живёт, что происходит в искусстве, поэтому те ранние его работы не свидетельствуют никоим разом о том, что он получил академическое образование, что оно ему было интересно, никакого академизма там нету. Но свидетельствует о том, что он очень хорошо чувствовал, что происходит в то время, что происходит в искусстве. Поэтому, когда он рисует подсолнухи, он рисует как бы уже омаж Ван Гогу. А в следующем году, в 1909 году, он принимает, впервые участвует в публичной выставке, огромной выставке, в которой его работы выставляются вместе с работами Ван Гога, вместе с работами Монка. То есть вот этот самый контекст, в который он попадает, он в него попадает сразу. И попадает он в него благодаря Густаву Климту, другому очень знаменитому австрийскому художнику, представителю Лугенштиля, Арнольд Модерна, художнику очень орнаментальному, совершенно замечательному. И вот первые работы, такие ранние работы Шиле, они совершенно недвусмысленно свидетельствуют о том, что он пытался копировать Климта, да, грубо говоря, даже не учиться у него, а просто его копировать. Картина «Даная», 1909 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально, тёмные цвета, фон серый. В центре, сверху вниз, тянется широкая полоса тёмно-зелёного цвета. По ширине она почти равна половине длины холста. К нижнему краю полоса расширяется и заворачивает в левый нижний угол. Её края волнистые. На полосе расположено множество маленьких кругов и овалов жёлтого цвета, а также зелёные линии и треугольники. Жёлтые круги и зелёные треугольники похожи на схематичное изображение цветов и листьев. Листья-треугольники расположены рядом друг с другом упорядоченно, небольшими линиями, напоминая фрагменты орнамента. Полоса напоминает зелёную лужайку, поросшую цветами и вьющимися растениями. В центре картины, ближе к нижнему краю, на зелёной полосе лужайки лежит обнажённая девушка. У неё тёмно-рыжие волосы и жёлтый цвет кожи. Она лежит, свернувшись калачиком, полностью подобрав ноги под себя. Голова женщины направлена к правому краю картины. Фигура девушки занимает почти всю ширину картины. Правой рукой она обхватила свою голову. Из-под руки видно её румяное лицо. Девушка лежит с закрытыми глазами. У неё большие дугообразные чёрные брови, аккуратный нос и маленький красный рот. Силуэт её тела обрисован реалистично. Художник нарисовал его тонкой серой линией, как будто не отрывая руки от холста, сразу схватывая все изгибы тела, острые локти, плечи и лопатки, широкий таз с угловатыми бугорками косточек, мягкий округлый живот. Однако внутри фигура девушки равномерно закрашена светло-жёлтым. Теней нет, за счёт чего изображение окажется плоским. От поверхности зелёной лужайки, на которой лежит девушка, к ней тянутся несколько причудливо извивающихся побегов. На сером фоне вдоль правого края картины, во всю её высоту, изображён тонкий ствол деревца. Ствол ржевато-жёлтого цвета. Сверху от него отходят тонкие ветви, которые тянутся до левого края картины. Их средняя часть спрятана за зелёной полосой. На дереве и его ветвях тут и там сидят маленькие птички. Они изображены в виде силуэтов, тем же цветом, что и дерево. Он с ним как раз в 1907-м, по-моему, году, в 1908-м году, он идёт с ним знакомиться, он приносит ему свои рисунки. Он мечтает о том, чтобы Климт обменял один свой рисунок на миллион, на сколько-то там, сколько он захотел бы рисунков шили. Климт не только дарит ему свой рисунок, он покупает его работы и как бы становится его покровителем, становится его протеже, начиная, помогает ему обоставляться. И оказывается, может быть, таким самым важным для него наставником, действительно самым близким для него человеком. И диалог с работами Климта у шили будет прослеживаться во всём его творчестве, во всём, что он делает. И диалог, и, естественно, некий антагонизм. И вот такая работа 12-го года «Отшельники» – это такой двойной портрет, где шили Климта, где он представляет себя и своего наставника. Видите, вот таких вот странных отшельников, носителей некого священного знания, наверное, и отшельников достаточно мрачных. Ну, как бы больше всего Климт шили, много чего рисовал, но, наверное, едва ли не самые знаменитые его вещи – это автопортреты. За свою, опять-таки, очень быструю жизнь он создал какое-то невероятное количество автопортретов, больше, чем какой-либо из известных нам художников, больше, чем Рембратт, больше, вот самое большое количество автопортретов, которые создал один художник. Ну, может быть, я не считаю там современных художников, которые уже работают с фотографиями, но вообще с какими-то другими медиа. И эти совершенно потрясающие автопортреты, которые он начинает рисовать совсем юным, начинает рисовать, как считается, после смерти своего отца, где вот этот нарциссизм, потому что это, конечно, бесконечный нарциссизм, который у него присутствует, это способ восполнить потерю, да, что у меня есть я. И это очень странные портреты, портреты, естественно, написаны через зеркало, как все автопортреты, но портреты, при которых человек не исследует себя в большей степени, чем репрезентирует себя, и исследует свою возможность быть бесконечно разным. Это некая попытка, как пишут, увидеть себя с точки зрения другого. Но эта попытка – это такое бесконечное, как бы, гримасничение перед этим зеркалом. Я могу быть таким, я могу быть таким, я не знаю, кто я на самом деле. Я абсолютно раскалываюсь, я постоянно пытаюсь быть разными, пытаюсь понять, что я такое на самом деле, пытаюсь найти свое тело, я пытаюсь понять свою сексуальность, потому что это исследование сексуальности, это вена, это эпоха Фрейда, это начало психоанализа, когда было вполне отчетливо произнесено, что сексуальность и есть то, что составляет основу нашей личности, то, что есть сущность нашей личности, поэтому возникают, естественно, сюжеты, связанные с эротизацией собственного тела, вернее, с исследованием собственной сексуальности, возникают автопортреты, обнаженные, причем обнаженный автопортрет – это достаточно раннее, достаточно новое изобретение в искусстве. Ню и портреты были достаточно, всегда были разными жанрами. Либо я представляю прекрасное обнаженное тело как объект, либо я представляю портрет или автопортрет, личность как некий социальный статус, да, если это социальный статус, то какая же тут нагота. Автопортрет 1911 года. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Акварельный рисунок. Фон бежевого цвета. Большую часть рисунка занимает изображение обнаженного мужчины, он изображен по пояс. Цвет его кожи – желто-коричневых тонов. На теле много акварельных разводов, поэтому цвет кожи кажется неоднородным. Контуры тела и черты лица нарисованы тонкими линиями чёрного цвета. У мужчины тёмные волосы и глаза. У него худое лицо со впалыми щёками и массивный лоб. Лицо изображено тёмными коричневыми красками. На этом фоне ярко выделяются белки больших глаз. Мужчина очень худой, у него впалый живот и отчётливо выступающие рёбра. Правую руку он отставил в сторону и согнул её в локте так, что плечо оказалось параллельно полу, а предплечье перпендикулярно и направлено вниз. Кисть руки не изображена, она как будто растворилась на бежевом фоне. Рисунок выполнен не вполне реалистично. Фигура кажется вытянутой, тело угловатым, линии на изображении неровные, словно нанесены очень быстрыми нервными движениями. Картина «Отшельники», 1912 год, квадратный холст. Тёмные, преимущественно коричневые цвета. На белом фоне изображены двое мужчин в полный рост. Белый фон напоминает то ли потрескавшуюся стену, то ли измятую ткань. По нижнему краю картины проходит широкая полоса тёмно-коричневого цвета. Это полоска пола или земли. Изображение мужчин не вполне реалистично, а черты лиц гиперболизированы. Мужчины стоят очень близко друг к другу. Мужчина справа стоит за спиной мужчины слева. Он прислонился к спине мужчины слева животом и положил голову на его левое плечо. У него короткие растрёпанные тёмные волосы, короткая густая борода, угловатая мужественная линия подбородка, крупный грубо слепленный нос с горбинкой, кожа имеет коричневый оттенок. Рот с пухлыми губами слегка приоткрыт, на высоком лбу залегают глубокие морщины. На его голову надет то ли венок, то ли повязка, чёрная с красными пятнами. Художник изобразил её отрывистыми мазками, из-за чего трудно определённо сказать, что это. Под густыми чёрными бровями зияют тёмно-бордовым две большие пустые глазницы. У мужчины слева очень худое узкое лицо с острым подбородком. При этом лоб очень массивный и широкий. У него большие чёрные глаза и густые брови. Он смотрит из-под лоби. У него также нос с горбинкой и крупный рот. Его тёмные волосы короткие и растрёпанные. На мужчинах надеты чёрные одежды свободного кроя. Подолы одежд касаются пола. Рукава широкие и длинные. Мужчины стоят так близко, что их чёрные силуэты сливаются. Мужчина слева поставил обе руки себе на пояс. Однако из-за того, что фигуры трудно разделить, кажется, что рука справа принадлежит другому персонажу. В левой части картины, на границе коричневого пола и белой стены, растут из одного корня два небольших красных цветка. Их стебли кажутся чёрными, а головки поникли. Работа выполнена крупными экспрессивными мазками с использованием большого количества краски, за счёт чего хорошо видно, как двигалась кисть художника. И у Шилли появляется, может быть, впервые появляется этот жанр обнажённого портрета и обнажённого автопортрета. Автопортрета абсолютно не идеализирующего себя, наоборот, скорее, издевающегося над собой. Он себя рисует почти карикатурно, он себя рисует предельно гротескно. Он всё время показывает вот эту невозможность удержать свой облик, тем более, что это портреты сделаны, опять-таки, очень юным человеком, который действительно меняется постоянно, который действительно не может попасть в себя, который предсказывает свою... который делает себя старше и уродливее, чем он есть. И критики писали о том, что удивительно смотреть, как он изображает следы распада на своём юном лице. Это история, которую... Вот эти бесконечные автопортреты Шиле, которые напоминают историю Дариана Грея. Вот это что есть зеркало, что есть человек, как я меняюсь, как я пытаюсь увидеть следы старости, которая ещё только придёт, которая ещё далеко, как я пытаюсь предсказать, как я буду меняться, как я пытаюсь ответить на вопрос, что я такое, что такое моё тело, построить вот эти отношения со собственным телом, достаточно драматические, как стихотворение Мандельштама знаменитое «Дано мне тело, что мне делать с ним таким единым и таким моим». Вот таким единым и таким моим это уже не прошили, потому что ушили тело не единое и не то, чтобы очень своё. И если у Мандельштама продолжается «Кого за это мне благодарить?», то здесь никакой благодарности нет. Тут есть вот это колоссальное недоумение, что мне делать с моим телом, что оно такое, как в него попасть, что им движет, помимо моей воли, что такое это тело, как оно устроено, как я его физически ощущаю, как границы собственного тела, как я ощущаю, как трутся кости, натыкаюсь на собственные кости, что происходит в его очень угловатых фигурах, которые он всегда рисует. И портреты, которые у него тоже удивительный жанр, у него всё время эти портреты там раздваиваются, это двойной автопортрет. Картина «Они созерцают себя. Смерть и человек. 1911 год». Квадратный холст. Тёмные, преимущественно коричневые тона. На жёлтом-коричневом фоне изображены двое мужчин. Они изображены по пояс. Мужчина слева стоит за спиной мужчины справа. Он приблизился к спине мужчины справа и как бы приобнимает его, прижимает к себе. Он одет в просторные светлые одежды, которые свободно окутывают его тонкую, естественно худую фигуру. Его лицо и одежда нарисованы белой и светло-бежевой краской. Глаз нет, вместо них впадины белого цвета. Его узкое лицо со впалыми щеками, тонким носом, огромными пустыми глазницами больше похоже на череп. Лоб, теми и затылок неестественно вытянуты вверх. Мужчина спереди имеет теробежевый землистый цвет кожи. У него также худое лицо с тонким носом и вытянутая вверх голова, глаза закрыты. Лоб покрыт глубокими морщинами. Мужчина спереди согнул правую руку в локте и прижал её к груди. У него длинные узловатые пальцы, на нём чёрные свободные одежды. Ещё раз двойной автопортрет, где всё время смерть присутствует, как второй я, вот этот самый, второй портрет Дориана Грея, тройной автопортрет, вот эта постоянная расколотая личность, множественная персональ, множественность персоналей, тоже сюжет психологии и психиатрии того времени, вот эта раскола, бесконечно раскалывающаяся, умножающаяся я, ни одной из которых не я саму по себе. И одна из, тоже один из постоянных, одна из постоянных деталей этих автопортретов, и не только автопортретов у Шиле, это совершенно невероятные руки, которые он рисует, очень странные, очень хорошо обозначенные. Картина Эгона Шиле, автопортрет с растопыренными пальцами, 1909 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Он очень узкий и сильно вытянут вверх, на чёрном фоне изображены детали человеческого тела. В правом верхнем углу изображена голова молодого человека. Голова направлена влево и повёрнута к зрителю в полоборота. У молодого человека правильные черты лица, округлый подбородок, прямой нос, аккуратный рот с пухлыми красными губами. Короткие густые волосы коричневого цвета, глаза чёрные. Он смотрит на зрителя. На щеках яркий румянец. Голова изображена не полностью, она как бы обрезана сверху и справа под прямым углом, как если бы была срезана краями картины. Голова расположена на пятне золотисто-жёлтого цвета. В самом низу, вдоль нижнего края картины, изображены две человеческие кисти с длинными худыми пальцами. Пальцы направлены в сторону левой границы картины. Они расположены вплотную, как бы следуют друг за другом. Правая кисть повёрнута тыльной стороной к зрителю и наполовину обрезана правым краем картины. Рука слева повёрнута к зрителю ладонью. Она изображена полностью. Пальцы на обеих руках широко расставлены, кисти с размерной голове. Расстояние между ними и головой таково, что кажется, что если бы на картине был изображён торс молодого человека, они находились бы на уровне его таза. Вдоль всей левой границы картины изображены квадратики зелёного и жёлтого цветов. Зелёных квадратиков намного больше, чем жёлтых. Они расположены в линию друг по другам. Между ними есть зазоры разного размера. Даже в этом автопортрете, который сделан ещё очень близко в стилистике Климта, больше всего здесь выделяется не лицо, как раз маловыразительное здесь, а выделяются вот эти невероятные длиннопалые, странные нервные кисти. И все его автопортреты складывают в такую невероятно, очень странную жестикуляцию. Это очень странный жест. Не у всех получается, между прочим, так сложить пальцы. Вот эта вся бесконечная жестикуляция. Пальцы, которые, вот эта культовая история про эти руки ушили, которые сводят в одну картинку, как эти жесты устроены. Вот этот странный жест с разведёнными пальцами сложный. И руки очень большие, очень узловатые и как бы почти нечуткие. Руки, которые, пластика, которая была, видимо, свойственна ему в жизни. Ну или, во всяком случае, он позировал для фотографии, показывая эти жесты, показывая своё сходство со своими автопортретами. Это такой знаковый, фирменный жест, который он демонстрирует. Но при этом сама эта жестикуляция очень странная, да, очень необычная. Напоминает, многим напоминала и до сих пор напоминает, жесты людей с психическими расстройствами. Это дистонические жесты, да, это почти судорожные жесты. И вот эти жесты, которые видны странно согнутыми пальцами, странно сведёнными пальцами, вот эти самые жестикуляции людей с психическими расстройствами, которые были очень важной частью иконографии того времени. И это были образы, которые как раз тогда входили в моду и были очень известны. Это первая фотодокументация, выходившая книгами, выходившая фотоальбомами, очень популярными в Вене, да, которая у нас столица, родина психоанализа и такая психиатрическая страница, столица мира. Ну, откуда они взялись? Это фотографии, фотоархивы госпиталя Сальпетриер, парижского госпиталя Сальпетриер, в котором работал профессор Жан Мартеншин Шарко, собственно говоря, учитель Фрейда, Шарко, который занимался исследованием истерии, которые первые, и вот эти вот образы этих самых женщин, это вот эти самые истерички, которые тогда появляются, которые не тогда появляются, но тогда становятся предметом огромного интереса со стороны и психиатрии, и культуры. Потому что истерия, что, как бы, истерия с античности известна. Что сделал Шарко, в чём было открытие Шарко? Он доказал, что истерия, болезнь, которая сопровождается конвульсией, беспасмами, потерей зрения, но какими-то очень физическими эффектами мощными, имеет психогенное происхождение. То есть, что наше сознание, или подсознание, или душа могут воздействовать и менять наше тело, могут управлять нашим телом. И он собирает вот эти образы, этих конвульсирующих истеричек, которые становятся, как ни странно, которые он эстетизирует, потому что они двигаются очень театрально. Это, посмотрите, какая великая актриса. Они действительно, ну это действительно заложено, вот эта театральность, аффектированность действительно заложена в истерии. Шарко этим вполне сознательно любуется. И истерички становятся, в каком-то смысле, культовыми героинями конца века. Фрейд, который помогает Шарко как раз в исследованиях истерии, когда он смотрит спектакль «Сара Бернар», он замечает, что она двигается, отчасти копируя следы, жестикуляцию вот этих самых пациенток Шарко, пациенток, которых он демонстрировал, которых он показывал, он их фотографировал. Это дало, это продвинуло историю фотографии, потому что впервые стала применяться хронофотография, то есть последовательная фиксация не движения лошади, как у Майя Бриджа, а человеческой мимики, то есть это еще и начало кино. И истерички становятся персонажами театра, в том числе, Ипсен какой-нибудь, Стринберг, это все вот эти самые исследования. И образ истерички становится своего рода не идеалом женственности, но одной из версий женственности, декадентской женственности, вот этих взвинченных дам, как бы, рубежа веков. И более того, истерия постулируется тогда только как женская болезнь. Считалось тогда, что истерия только женская болезнь, Фрейд, в общем, доказал, что это не совсем так. Но в то же время, мыслители того времени начинают, Бадлер пишет о том, что в конце 80-х годов, 1880-х, пишет о том, каким бы прекрасным сюжетом для литературы могла бы быть истерия, а Ницше пишет о том, что современный художник или современный поэт по природе своей истерик, потому что он все воспринимает слишком обостренно, он воспринимает любое событие, как драма, любое переживание, как кризис. У него нет одной личности, у него множество личностей, его личность все время расщеплена, и вот в этой расщепленности личности заключается его величие, он может войти в любую ситуацию, вот эта вот истерическая расщепленная личность, это, собственно говоря, то, что показывает Шилли, который себя, видимо, идентифицирует с истериками, и тем более, что у него вот этот опыт безумия его отца, который сошел с ума на его глазах, и который, с одной стороны, и который при этом эту иконографию, очень известную, очень интересную в то время, сознательно копирует вот этот жест рук очень странный, вот жест рук УПЦУС из архивов, не Сальпетриера, но вот из каких-то сходных архивов того времени, вот жест климтовской юдифи, да, почти тот же самый, и Климт, видимо, тоже знал, это юдиф Соломена, там в разных версиях по-разному это героиня называется. Картина Густава Климта Юдиф 2, Соломея, 1909 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Он очень узкий и сильно вытянут вверх. Он обрамлен широкой деревянной рамой, покрашенной золотой краской. На красном фоне изображена женщина в полный рост. Красный фон украшен узорами из золотых спиралей и квадратов. Женщина изображена в полуборота, она смотрит влево. У неё чёрные длинные волосы, они не падают ей на плечи, а собраны в высокую пышную прическу. На её левом плече лежит широкая прядь волос. Её конец украшен широкой полосой с узорами в форме кругов розового, фиолетового и чёрного цветов. У женщины узкое лицо с острым подбородком и носом. Глаза с тяжёлыми веками полузакрыты. Узкий алый рот чуть приоткрыт. Кожа бледная, почти белая, но на щеках видны яркие неровные пятна румянца. Её грудь обнажена. На её руках пышные драпировки из ткани серого цвета с узорами в виде синих цветов. На ней длинная юбка с тонкими извивающимися полосами синего и фиолетового цветов. Юбка украшена геометрическими узорами белого и чёрного цветов. Женщина слегка наклонилась вперёд. Она прижала руки к ногам чуть выше коленей. Пальцы напряжены, как будто она впилась ими в ткань. На запястьях у неё много браслетов из разноцветных бусин. В левой руке она держит голову молодого человека, наполовину спрятанную в мешок. Она держит её за длинные коричневые волосы. Из мешка виден гладкий, высокий лоб мужчины, густые брови, прямой нос. Глаза закрыты, мышцы лица расслаблены. Нижняя часть головы скрыта в мешке тёмно-коричневого цвета, украшенном крупными овалами красного и оранжевого цветов. Тело и лицо женщины, так же, как и голова мужчины, написаны реалистично. Фон и все ткани на картине выполнены плоско, без теней и фактур. Обилие орнаментов создаёт ощущение нарочитой декоративности изображения. И вот, собственно говоря, картина, то есть Климп, скорее всего, тоже знал эти альбомы, а Шилли, естественно, знал эту картину Климпа, вот реплика на неё. И вот возникают эти самые жесты. И более того, один из друзей Климпа, вот этот самый Эрвин Осен, занимался тем, что по приглашению, по просьбе врача делал наброски пациентов психиатрической клиники. Работа Эгона Шилли, портрет Эрвина Осена, 1910 год. Прямоугольный лист ориентирован вертикально. Рисунок, бежевый фон. В левой части картины изображён обнажённый мужчина. Контуры тела нарисованы линиями чёрного цвета. Мужчина изображён по пояс. Он повёрнут к зрителю фаз. Мужчина худой и кажется очень высоким. Его фигура напоминает скорее фигуру юноши. Нет оформленной мускулатуры или признаков обрюзглости. Торс вытянутый, линии бёдер и живота мягкие. Плечи и ключицы напротив острые, угловатые. У него высоко поднят подбородок. Голова слегка запрокинута назад. Он смотрит вверх. У него узкое лицо с высокими скулами. Крупный рот с красными губами. Большие светлые глаза с длинными чёрными ресницами. На лице короткая редкая борода и усы. У него каштановые волосы средней длины. Шея у него тоже непропорционально длинная. Локти прижаты к телу. Мужчина согнул руки в локтях, так что его кисти находятся чуть выше уровня пояса. Кисти направлены вниз. У него худые угловатые запястья, длинные тонкие пальцы. Тело мужчины изображено только тонкими чёрными линиями. Однако на шее есть несколько бледных жёлтых пятен краски. На правой для зрителя щеке большое яркое жёлтое пятно. Лоб, подбородок и левая щека закрашены бледной, едва заметной зелёной краской. Почему он мимбоносен? Потому что он выступал в кабаре. Действительно был мимом и кабаретным актёром. И он их рисовал для нужд науки. А потом он копировал их жесты в своих пантомимах. То есть это было бы... И Шиле рисует этого человека опять-таки с этими самыми очень похожими на его собственную жестикуляции. И рисует вот такую прекрасную подругу спутницу жизни этого самого Оссена, которая, видимо, какого-то экзотического было происхождения дама. И более того, причём опять-таки уже до Шиле и до Климта сам Шарко и его помощник Поль Ришер уже эстетизируют истерию, делают и вписывают её в историю искусства. Они издают вот такую вот книгу, одержимая, наверное, одержимая в искусстве, издают её в конце XIX века, в которой они находят вот эту характерную для истериков, для дистоников, для душевного баоя, для людей с психическими расстройствами рестикуляцию на всех старинных картинах, на всех картинах мировой живописи. Проводят этот сюжет, как бы, что вся жестикуляция европейской живописи это жестикуляция вот этих самых людей с психическими расстройствами. Вот это самое, что это истероидные жесты всегда были частью прекрасного, всегда были частью искусства. И в какой-то момент Шиле вот этот свой жест характерный превращает в жест мученика, в жест святого Себастьяна, когда он делает для своей выставки вот такой вот постер автопартины, вот этот образ святого Себастьяна. Поэтому руки у него будут присутствовать не только в его автопортретах, руки, которые, надо сказать, у всех, кого бы он ни рисовал, будут одинаковыми. Это может быть вот этот сюжет про преступную любовь кардинала и монашки, где руки выступают как знак ласки, прикосновения, как картинка так называется, ласка, контакт. Это может быть жест слепого, который ощупывает руками руки, как способ постижения мира. Это могут быть вот эти вот бесконечные руки, которые, это может быть отсутствие руки, как подчеркивание, да, вот этой важности этой самой руки. Так же, как вот срезанные кисти на многих его работах, да, на многих его изображениях, вот эти вот огромные, одинаковые у всех, с очень похожей у всех жестикуляцией руки. Работа эго на Шилле, стоящий обнажённый мужчина, вид со спины, 1910 год. Прямоугольный лист ориентирован вертикально, акварельный рисунок, бежевый фон. В центре изображён обнажённый мужчина спиной к зрителю, он изображён до коленей. Его кожа серо-коричневого цвета, фигура вытянутая, угловатая, мужчина очень худой. Левую руку не видно, она заслонена спиной мужчины. Кажется, он прижал её к груди или к животу. Правая рука свисает вдоль тела, она непропорционально длинная. Рука как бы увеличивается к низу. Кисть руки кажется очень длинной и массивной, и отдалённо напоминает огромную клешню. Рука, которая здесь просто в какую-то клешню огромную, да, превращается, совершенно деформированную. Руки, которые, то, что двигает человеком, то, что создаёт жест. И сами рисунки Шиле, который занимался живописью, но в основном знаменит, как график, это тоже своего рода вот эта живопись жеста, потому что это же, он рисовал, без поправок он рисовал с одного раза. Если у него что-то не получалось, он выбрасывал лист и начинал новый, то есть он никогда ничего не правил, никогда не делал ни правки, ни ластика, ничего. Это всегда было некое одно движение. И жестикуляция, в данном случае руки, это и то, что ощупь, не столько то, что ощупь, не столько то, что контакт с миром, сколько жест, сколько высказывание о себе, презентация себя в мире, вот этот язык тела, язык жестов и язык коммуникации, почему эти руки могут оказаться руками детей, руками женщин, это всё везде, вот это вот одна и та же рука, одни и те же руки, заявляющие о себе, руки же готовые, сообщающие о себе миру, руки, которые оказываются, собственно говоря, вот этим главным элементом искусства Шиле и главным элементом того, что же такое его репрезентация тела, где тело – это язык, где тело – это жест и где тело – это что-то предельно тактильное. Он, естественно, знаменит в том числе больше всего женский меню, это самые известные, самые скандальные его работы, как мы потом выясним, но это удивительные женские меню, которые абсолютно меняют представление о том, что такое нагота, это переход от женщины академической наготы, даже наготы, какой она представлена у Климта и у его ближайших современников, наготы женщины-объекта, женщины-предметы для эротического любования, к представлению о том, что такое женщина как субъект. Это картина, которые они смотрят на нас, в отличие от академических ню, и смотрят очень недобро, вот как это самое, очень экспрессивная дама в красной шляпе. Рисунок «Женщина с презрительным взглядом», 1910 год. Прямоугольный лист ориентирован вертикально, акварельный рисунок, бежевый фон. В центре изображена женщина в свободной тёмно-синей юбке ниже колена и большой широкополой шляпе красно-оранжевого цвета. Торс женщины обнажён. Она как будто на чём-то сидит, но никаких предметов мебели не изображено. Изображение женщины занимает почти весь холст. Верх шляпы и щиколотки ног обрезаны краями картины. Женщина худая, с длинными руками и угловатыми кистями и пальцами. Кожа и мышцы выглядят слегка обвисшими. Черты лица немного гипертрофированы. Лицо худое и вытянутое, с узкой длинной челюстью и массивным подбородком, брови сдвинуты к носу. Ноздри расширены, нос сморщен. Тёмные, неяркие глаза сильно сужены. Рот с широкими тонкими губами красно-оранжевого цвета, открытый и слегка перекошен. Положение губ напоминает чрезмерную артикуляцию буквы Ш, словно женщина шипит на кого-то. Женщина наклонилась вперёд. Скрещенные руки она положила на колени. Обнажённая грудь женщины бледная, с крупными тёмными сосками. Из-за того, что женщина наклонилась, грудь неаккуратно свисает вниз. Женщина смотрит в сторону правой границы картины. Шиле тоже был знакомый врач, который работал в гинекологической больнице и пускал туда Шиле делать наброски. Вот он делал такие действительно клинически сделанные наброски тела, которые не нуждаются в том, чтобы быть красивым. Он не любуется некрасивостью. Он абсолютно рушит представление о том, красивое тело или некрасивое, какое тело достойно изображения или недостойно изображения. Хотя, в общем, они красивые очень с современной точки зрения, эти тела. Но он просто меняет представление о том, что тело это не объект, тело это субъект. И поэтому была не так давно, ведь мы ретроспектива Шиле в Нью-Йорке, где рецензенты современные писали, что это первый феминистский художник. Потому что это первый художник, который представляет женщину как субъект, а не как объект. Это очень правильно. И может быть, то, что он всем этим своим персонажем, ну, как бы, что он делает, что такое представить женщину, ребенка, другого мужчину как субъекта. Акт рисования, акт представления для него, это не представление, я не представляю, как выглядит другой. Я через сам акт рисования пытаюсь понять, каково им быть. Я продолжаю его, я пытаюсь мимировать его жест, я пытаюсь стать им. Поэтому все его, поэтому это действительно, может быть, первый художник, который одинаково рисует, у которого нету разницы между мужским и женским телом, потому что каждая штука, каждая его картина, это попытка понять, каково, что это такое, обладать этим телом, быть в этом теле, как это тело, там, наслаждаться им, испытывать неудобства, чувствовать, как вот это вот трение костей и мышц, чувствовать все время вот это легкое ощущение, почти болезненное ощущение пребывания в теле, которое он показывает. Поэтому, конечно, последователями Шилли в живописи 20 века оказывается Фрэнсис Бэкон, прежде всего, вот с его этим ощущением невозможности удержать форму тела, тоже с такими же бесконечными автопортретами. Может быть, не меньшее количество автопортретов после Шилли создал только Фрэнсис Бэкон. И оказывается, на свой лад оказывается Люсиан Фрейд, который, в общем, действительно выходит из этой культуры, внук Фрейда, из этой же Австрии, с его представлениями о теле, которое не нуждается в том, чтобы быть красивым или некрасивым, с его тактильным представлением и невизуальным представлением тела. Моделью, одной из любимых постоянных моделей Шилли в то время становится Валерин Эйзел, которая до этого была моделью и, возможно, спутницей жизни Климта, значит, потом она становится моделью тоже спутницей жизни Шилли, и он ее постоянно рисует, видимо, с удивительной внешностью женщина, но при этом из самых как бы неприемлемых и шокирующих для консервативной достаточно Австрии того времени оказывается, не только искусство Шилли, но и его образ жизни, вот сам факт того, что он живет в свободных отношениях, не женится на своей подруге, и вообще его такая ярко выраженная богемность, она, как бы, во-первых, стоила ему ссора окончательной со своей семьей, со своей матерью, которая его прокляла, как я уже говорила, а во-вторых, стоила того, что из маленького города Крумау, где они жили, свали, их выжили просто, маленький город, все друг друга знают, их выжили из этого города, и они приехали в другой городок, где он, особенно случился главный скандал, связанный с жизнью Шилли, он рисовал снатуры, рисовал снатуры, он в основном подростков, которые у него постоянно тусовались в мастерской, мая, как бы, потому что подростки уже тогда, совершенно такие вот подростки бунтующие, которые не хотели ходить в школу, которым было скучно в семье, которые искали какую-то другую историю, подростки в период, собственно, вот этого самого полового созревания интереса к тому, как же это все выглядит, мастерская с достаточно откровенными рисунками Шилли, которые этих подростков страшно интересовало, которых он рисовал, и в этом другом городе против него выдвинули обвинение в совращении несовершеннолетней девочки, которое было снято, но потом осталось обвинение в том, что он выставлял работы эротического содержания там, где их могли видеть дети. И, в общем, отсидел он 20 дней в тюрьме, и какие-то его работы, которые увидела полиция, были уничтожены. История, в общем, здесь, собственно говоря, вовсе не про педофилию, история про то, почему вообще для Шилли очень важным, как персонаж, становится подросток. Подростки – это тоже недавнее изобретение, да, вот как когда мы говорили про балзес, я говорила про то, что, как, в общем, относительно недавно появился интерес к тому, что такое детство, как некий отдельный возраст, отдельный мир и отдельный опыт. Подростки – тоже довольно позднее изобретение. Подростков как бы определяют, что это отдельный возраст, определяют, начинают выделять этот возраст где-то тоже, наверное, с конца 19 века. И одним из таких, может быть, важных для Шилли, для этого контекст текстов про подростков, это пьесы немецкого драматурга Ведакин «До пробуждения весны», где, собственно говоря, что такое подросток, это, во-первых, существо, которое первый раз общается, прежде всего, не с семьей, не с взрослыми, а общается со своими сверстниками, то есть это отдельный мир, что из чего не было там в таком классическом романе «Воспитание», где могли действовать юноши, но это юноши вступающие во взрослые меры, выстраивающие отношения со взрослым миром, а здесь история вот про подростка, который завязывает отношения с себе подобными, выстраивает свой собственный мир. И это, конечно, вот это самое открытие собственной сексуальности и, собственно говоря, постоянно меняющееся физическое тело, за которым ты не успеваешь поспевать. Твой образ тела не успевает поспевать за тем, как оно физически меняется, поэтому вот именно вот эта вот угловатость, невозможность поспеть за своим телом, открытие собственной сексуальности, это именно то, что интересует Шилли, что он в этих своих угловатых персонажах рисует. Вот это его интерес к этим юным или выглядящим как подростки, моделям, такая вот еще подростковая некая угловатость и андрогинность, которая тоже для него важна, поэтому неважно там может также изображать в этом же стиле свою спутницу жизни. Вот, и как бы вся эта история, вот эту бесконечную эротизацию этих женщин, которые открывают себя, женщин-подростков открывают, и, конечно, эротизацию почти такую фетишистскую, поэтому вот эта вот привязанность к чулкам, которые у него везде присутствуют, которые прекрасно были атрибутом эротических картинок, эротических фотографий того времени. Рисунок «Сидящая женщина в зеленых чулках», 1918 год. Прямоугольный лист ориентирован вертикально, акварель, приглушенные цвета. На белом фоне в центре изображена сидящая женщина. Она повернута к нам в фас. Она одета в нижнее белье белого цвета. Сверху на ней майка с глубоким вырезом. Снизу панталоны до середины бедра. Края белья оборваны, на ногах у нее зеленые чулки. Она обута в светло-коричневые полусапожки со шнуровкой на высоком каблуке. Они доходят до половины голени. Женщина сидит по-турецки. Правой рукой она держит мысок правой ноги, притягивая его ближе к телу, а левая опирается о пол позади себя. Она слегка наклонилась вперед. Женщина повернулась к правому плечу лицом и прижалась к нему губами, поэтому мы не видим ее лица. У нее черные волосы и короткая мужская стрижка. Цвета на картине светлые, полупрозрачные. Видны разводы акварельной краски. При этом чулки выполнены оттенками насыщенного темно-зеленого цвета. Все контуры и детали обведены толстым черным контуром. Вот все открытие атизма, провокационное для Вены, да, при всем психоанализе для общества того времени, стоило ему вот это тюремное заключение, которое для него, конечно, стало большим потрясением, но и, видимо, в каком смысле добавило ему самооценки. Я мученик, я не раскаялся, я очистился. И все это время он рисовал в тюрьме, рисовал свои автопортреты в виде узника, как бы примеривался к этой роли заключенного, проклятого художника, мученика, тем более, что этот образ мученика тоже для него был важен. Потрясающе рисовал, собственно говоря, интерьеры этой камеры. Камера, пространство, которое для него тоже очень физиологично. Это такие же границы, это то, что, как и мое тело, является границами моего я, то, что меня ограничивает. Акварельный рисунок, прямоугольный лист, ориентирован вертикально. На рисунке почти нет цветов, он кажется почти полностью белым. Изображено помещение. Это длинный коридор, уходящий вглубь. Потолок арочный. Слева и справа стены. По нижнему краю стен, по всему их периметру, идёт широкая горизонтальная полоса тёмно-синего цвета. Контуры всех объектов выполнены тонкими линиями серого цвета. Справа в стене изображены четыре двери, идущие друг за другом. Ближняя к нам дверь открыта в коридор. В глубине коридора к левой стене пристроена перегородка. Она перпендикулярна стенам коридора. Эта перегородка загораживает половину ширины помещения. Перед перегородкой у левой стены стоит белая тумба. На ней лежит перевёрнутый круглый металлический таз. Между тумбой и перегородкой лежат два перевёрнутых деревянных таза с двумя выступающими друг напротив друга ручками. Тазы напоминают большие ушаты. За ушатами стоят четыре коричневые швабры. Они прислонены к перегородке. Те углы, на которые я натыкаюсь, это действительно и вот это ощущение близости, что интерьер, пространство, это всегда что-то предельно физиологичное, что-то соотносимое с твоим телесным опытом. Это то, что ушили в его интерьерах и в его пейзажах потрясающих, которые он тоже постоянно писал, будет присутствовать. У него замечательный тут одна из дневниковых заметок, где он пишет о том, что его интересует как физическое движение в природе, как движется вода в реках, как циркулируют соки растений. Его интересует, что эти движения похожи на движение человеческого тела. Его интересует, как растения могут испытывать наслаждение или боль. Это очень странный текст, немножко нафилоновый переклик, похожий, да, это, по-моему. И то, что он, те пейзажи, которые он рисует, это, может быть, одни из самых антропомофных пейзажей, которые существуют в истории. Это не только такое романтическое проецирование своих эмоций в ландшафт или в городской ландшафт, это проецирование своих физических ощущений в ландшафт, где это ребра, да, это кожа. У него, конечно, есть вот эта орнаментальность, которую он научился у Климта, но если у Климта орнамент это то, в чем человеческое тело и человеческая фигура и человеческое существо растекается, растворяется, то у Шили орнамент физиологичен, орнамент это узор, как бы, это кости, это переплетение жил, это кровеносные сосуды, и вот этот Это самая орнаментальность его работы, это орнаментальность физиологическая, это орнаментальность вот этих городов, которые построены как тела, и ландшафтов, которые наделены жестикуляцией, то, что он будет постоянно изображать, вот эти голые деревья. Картина «Эгана Шиле. Дерево. Поздней осенью. 1911 год». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Цвета неяркие, фон светло-серый с бежевыми разводами. В центре картины изображено дерево без листьев. Дерево коричневого цвета. У него сильно искривленный и тонкий ствол. Ветви дерева тоже неровные. Почти все ветви находятся на самой верхушке дерева. Они направлены вверх и как будто стремятся выйти за пределы верхней границы картины. Они переплетаются. Их силуэт напоминает треугольник. Основанием треугольника служит верхняя граница картины. Ниже этих ветвей, справа, растет еще одна ветвь. Она такой же длины, что и ствол. Эта ветвь устремляется за пределы правой границы картины. Дерево растет на холме. Холм представляет собой полукруг коричневого цвета. Он располагается в самом низу картины. На нем тонкими линиями темно-зеленого и коричневого цветов нарисована трава. Заднего плана нет. Это те же самые уголоватые пальцы, которые у него присутствуют. Тот же жест, который повторяет мир, который повторяет природа, который повторяет мироздание. Мироздание и мир, в общем, не чуждые, наверное, шили понятия, потому что при всей его заинтересованности в физиологии, в телесности, в тех самых совершенно новых, вновь открытых понятиях того времени, его было, это все-таки символизм, его очень интересовало, как это все вписать в некую метафизическую, в том числе и религиозную картину мира, которая в символизме также была очень значима. Поэтому мать и дитя у него всегда, это все-таки Мадонна, это все-таки Богоматерь. Картина Эгона Шиле «Мертвая мать», 1910 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На темном черном фоне в центре холста изображены две человеческие фигуры – мать и грудной ребенок. Их лица ярко выделяются на темном фоне. Мать изображена по пояс. Она прижимает ребенка к груди левой рукой. Изображение матери и ребенка занимает почти весь холст. Женщина с головой укутана в черную накидку, открыто только лицо. Ее лицо светлого серо-коричневого цвета. Щеки и глаза впалые, лицо вытянутое с прямым носом, квадратной челюстью, высокими скулами и большими, глубоко посаженными бледно-голубыми глазами. Тяжелые веки полузакрыты. Лицо испещрено морщинами. Ребенок почти полностью закутан в полу материнской накидки черного цвета. Он свернулся в позе эмбриона, а темная ткань плотно укрывает его, словно материнская утроба. В центре этого большого шара из ткани материя сходится не до конца, образуя круглое окно, сквозь которое видны лицо, руки и часть торса младенца. Лицо ребенка круглое, желтого цвета. У него светло-голубые, почти белесые глаза. Руки у него красного цвета. Он развернул левую ладошку в сторону зрителя. Мать склонила свою голову вправо и положила ее сверху на закутанного ребенка, тоже как бы обвивая изгиб. Изгиб ее шеи повторяет дугу шара из ткани, в которой закутан младенец. Снизу она поддерживает ребенка левой рукой. Рука худая, жилистая, с длинными узковатыми пальцами. Рука расположена параллельно к голове женщины и также подчеркивает округлость шара из ткани, в которой закутан младенец. Складки темной материи и накидки женщины также словно окутывают мать и ребенка, сливаясь с фоном. При этом этот сюжет с матерью и ребенком, который у него будет постоянно присутствовать, может оборачиваться чем-то достаточно жутким, как вот это изображение мертвой матери, сжимающей, почти сдавливающей ребенка, которая не понимает, что она уже мертва младенца. И вот это присутствие смерти, вот эти замечательные живописные картины, в которых орнаментальное построение, изображение оказывается неким способом вот уже не растворить человеческую фигуру, а удушить ее. Орнамент – это какой-то элемент клаустрофобии, они очень клаустрофобические, когда персонажи становятся элементами вот этого орнаментального полотна, почти абстрактной композиции, они удушаются ее, они оказываются ее устниками, они оказываются ее пленниками. При этом сюжет с семьей для него, с семейством для него очень важен, в том числе как компенсация, вот этот умерший отец, мать, с которой не было, не сложились отношения, и он, видимо, мечтал о своей семье, о своих детях, он бросил эту свою Валю, которая совершенно была не из тех, видимо, женщин в его представлении, все равно достаточно консервативных, с которыми можно создать семью. женился на такой даме, девушке из среднего класса, Эдит Шиле, у нее была там сестра, вот он ее рисовал, рисовал ее сестру, и при этом женились они, поженились они в 1914 году, и через пять дней после свадьбы его призвали на службу, потому что началась война. Акварельный рисунок Эггана Шиле, русский военнопленный, Григорий Кладжишули, 1916 год. Прямоугольный лист ориентирован вертикально. На белом фоне изображен мужчина в военной форме. Мужчина изображен в сидячей позе в полоборота, но никаких предметов мебели на изображении нет. Только голова мужчины, воротник и кисть левой руки изображены в цвете. Все остальное нарисовано тонкими линиями черного цвета. На голове у него темно-зеленая военная фуражка. Из-под нее выбиваются черные волосы. Глаза у мужчины тоже черные. У него тонкие изогнутые брови, нос с горбинкой, тяжелая мужественная челюсть, выраженные скулы, небольшой рот. У мужчины тонкие черные усики. Он смотрит на зрителей с подлоби. У него черные брови и черные усы. Подбородок острый. Он одет в солдатскую рубаху, подпоясанную кожаным ремнем и широкие солдатские штаны. Ни в какие боевые действия его не отправили, потому что, видимо, он по состоянию здоровья не мог в этом участвовать. И он был письмоводителем в лагере для пленных, где он делал наброски, в том числе портреты русских военнопленных, с которыми он беседовал, относился к ним с большим интересом и считал, что все равно их страны интереснее, чем наши. Больше свободы, прекрасные мыслители. У него было очень романтическое представление об этих людях, которых он рисовал, но почти не разлучался со своей женой молодой. Но после этой напасти последовала другая напасть. Это было в 2018 году. Пол Европы буквально выкосила эпидемия гриппа испанки, инфлюенса. И от инфлюенса погибла беременная жена Шили, и через несколько дней после этого умерли. И вот этой семьи, которую он рисовал, у него все-таки он видел как некую возможность гармонии в этом мире, в близости. К сожалению, в его жизни так это не произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok